Это все течет, шумит, холода никакого нет, это реально как будто степ какой-то. Короче, по итогу один канальник может легко стоить полмиллиона. Никому эта мысль в голову даже не пришла. Привет! Сегодня мы в ЖК Лукхаус, и здесь у нас двухуровневая квартира площадью более 300 квадратных метров, в которой мы реализовали приточную систему вентиляции, систему канального кондиционирования и форсунчного увлажнения. И как вы поняли из названия видео, сегодня мы будем рассказывать про канальные кондиционеры. Итак, давайте разберемся, что за зверь такой, это канальный кондиционер. Канальный кондиционер это вот такой вот блок, к которому подключены воздуховоды. Они же каналы, собственно, поэтому он и называется канальный. Такой блок, по сути, нам нужен всего лишь по двум причинам. Первое, мы хотим полностью исключить из интерьера внутренний блок кондиционера. Вторая причина заключается в том, что мы хотим получить максимально тихий кондиционер, иногда даже полностью бесшумный. Именно для этого нам нужен вот такой вот блок, который позволяет его и скрыть одновременно, и сделать полностью бесшумным. И несмотря на кажущуюся возможность развести воздуховодами этот блок на несколько помещений, обслуживать сразу несколько помещений одним блоком, для такого сценария работы он не предназначен. Проблема в том, что температуру мы можем мерить либо в одном помещении, в каком-то конкретном, либо некую среднюю. И, соответственно, требуемый уровень комфорта мы будем получать только в том помещении, на котором он условно правильно работает, а может быть даже и не в одном из них. А, соответственно, во втором помещении мы будем получать либо недостаточно холода, либо слишком много холода, что не очень комфортно. Да, такой сценарий работы возможен иногда на коммерции, где требования по уровню комфорта куда ниже, требования по уровню шума куда ниже. Мы можем действительно там сильно сэкономить, поставив один блок на несколько помещений. Но, например, если мы говорим про квартиру, скорее всего, тут даже сэкономить не получится, потому что разница в цене между стоимостью блоков будет не такой существенной, когда мы берем два блока или один мощный. А вот разница в стоимости разводки воздуховодов будет достаточно значительной, и поэтому экономического смысла в этом нет. И даже на коммерции, на самом деле, зачастую его тоже нет. Теперь давайте рассмотрим поближе реальные преимущества канальных блоков. Во-первых, мы получаем совершенно невидимый внутренний блок. Все, что мы видим, это вентиляционные решетки, а иногда можно сделать даже так, чтобы не было видно и их, и настенный пульт от этого блока. Второе преимущество канального кондиционера – это тишина. И на самом деле это критически важно, потому что надо понимать, канальный блок сам по себе шумнее любого настенного кондиционера, даже самого дешманского, который вы только сможете купить. Чтобы обеспечить тишину от этого блока, нам нужно предусмотреть определенные мероприятия по шумоглушению. Это могут быть шумоглушители, это могут быть специальные гибкие воздуховоды, которые поглощают шум. Помимо этого, нам нужно правильно посчитать сечение самих воздуховодов и сечение решеток, чтобы, соответственно, у нас не было большой скорости на этих решетках, и как следствие не было шума от движения воздуха по этой решетке. И на самом деле проблема в том, что если не учесть хотя бы один из этих моментов, мы можем получить не только шумную систему, и даже куда более шумную, чем с настенными блоками. Мы можем получить просто систему, которая вообще не работает. Дело в том, что если мы достаточно сильно заузим сечение воздуховодов, вентилятор не сможет протолкнуть достаточное количество воздуха, и как следствие просто не получится достаточное количество холода. У вас будет ощущение, что ваш кондиционер просто не работает. Вторым важным преимуществом канального блока является тишина. Но на самом деле тишина обеспечивается не самим канальным блоком. И дело в том, что сам по себе канальный блок существенно громче даже самого дешевого настенника. И чтобы сделать его достаточно тихим, нам нужно вынести его в отдельное помещение, в смежное, которое он не обслуживает. Нам нужно рассчитать правильное сечение воздуховодов, рассчитать правильное сечение решеток, использовать определенный шумопоглощающий материал. И только все в комплексе, это дает определенный уровень тишины, который нам по итогу нравится, и кажется, что вот это тот самый результат, ради которого стоит делать канальный блок. Но при этом, если мы где-то продолбимся вот в этих расчетах, что-то не учтем, мы можем получить кондиционер, который будет не только громче, чем настенник, мы можем получить вообще кондиционер, который не будет работать. Таких примеров на самом деле тьма, когда заужают течение воздуховодов, потому что у нас якобы нет места, и получают кондиционер, который просто реально не работает. И на самом деле было бы достаточно обидно, наверное, получить такое решение, с учетом того, что канальный кондиционер не только сам по себе стоит дороже, Стоимость его монтажа кратно дороже, чем стоимость монтажа настенного блока Потому что у нас есть воздуховоды, вот эти гибкие шумопоглощающие воздуховоды Интелляционные решетки, все это еще нужно смонтировать Стоит, конечно, несоизмеримо больших денег, чем монтаж настенного блока И получить еще заплатив вот эти все деньги, получив менее качественный результат, чем мы могли бы получить Поставив просто вот обычный настенный блок, было бы, наверное, немножко странно Кроме того, да, конечно, это только при правильном проектировании Но, тем не менее, канальный кондиционер можно спроектировать так, чтобы он ни при каких условиях не надувал на людей И это позволяет нам избежать того, что нам надувают кондиционер и мы заболеваем И да, если вы думали, что от кондиционера нельзя заболеть, не думайте так больше, это вполне возможно Но если вы не хотите бояться ошибиться и хотите сразу получить правильный результат, обращайтесь к нам, ссылка в описании Скорее всего, мы решали именно вашу задачу уже несколько раз, потому что в данный момент мы записываем это видео в квартире площади более 300 квадратных метров Мы делали дома площадью более 1000 квадратных метров, бассейн, загородные комплексы Скорее всего, вашу задачу мы решили уже тоже несколько раз, поэтому обращайтесь к нам, ссылка в описании А есть еще, кстати, лайфхакеры, это вообще просто пушка Я вот говорил то, что, типа, нельзя одним кондиционером обслуживать несколько помещений Ну, это неправда, на самом деле, я соврал, естественно Короче, суть в том, что, ну, там логика какая, что ты ставишь один кондиционер на одно помещение, у тебя там пульт Ты, во-первых, можешь управлять сам один этим кондиционером, и он работает только на тебя Естественно, например, тур дает, который нужен тебе, скорость воздуха, ну, вентилятор, да, дает, который нужен тебе И у тебя всегда комфортные тебе условия А если ты ставишь один кондиционер, то не так все просто получается Плюс, чем мощнее кондиционер, тем он больше шумнее Ну, да ладно, короче, есть ребята, которые умеют лайфхакить Есть так называемая вав-система Это система, которая может контролировать количество подаваемого воздуха Там специальные клапаны, автоматика, это стоит где-то сколько денег И, короче, лайфхакеры такие Мы поставим там, ну, это как чаще в офисах или в домах, ну, и в квартирах такое тоже бывает Это, конечно, расшачок Короче, вместо того, чтобы поставить несколько этих маленьких тихих кондиционеров Они хреначат какой-то один кондей, который там на 10, на 15 кВт Прилепляют к нему вот эту вав-систему Ставят в каждой комнате пульты Это, во-первых, стоит до хренища Ну, то есть, сильно дешевле будет сделать нормально по-человечески Во-вторых, эти клапаны постоянно отхлебывают Ну, то есть, понятно, что там 2 года они, наверное, отработают Но там в горизонте 5-10 лет истории про то, что эти клапаны отхлебнули Их там купить нельзя Там автоматика, в которой никто не разбирается Потому что это очень редкое решение То есть, нужны специалисты Значит, это нужны адекватные специалисты, как мы уже поняли И, короче, вся эта вот конструкция, она постоянно рушится, не работает И все это костыли, которые, типа, мы сэкономим По факту это, ну, на этапе капитальных вложений дороже На этапе эксплуатации это дороже Это, ну, зато какая уверенная была попытка Это действительно может иметь место быть Когда мы говорим про промышленные какие-то объемы Когда там тысячи квадратных метров Десятки тысяч кубометров объема Действительно, когда мы разом отсекли там Помещение в 3000 кубов, ой, квадратов Ну, неважно там Да, это может иметь смысл Но в масштабах квартиры это, типа, блин Больше там про какое-то инженерное развлечение Да, ты там прикольную штуку собрал Но смысла она никакого вообще не имеет Сколько же стоит канальный кондиционер? Давайте рассмотрим на примере Двух сопоставимых кондиционеров одного и того же бренда На стенный блок у нас будет кондиционер Hisense Premium Design Inverter Это инвертор, рассчитанный на 25 квадратов По состоянию на июль 2024 года Стоимость такого кондиционера будет составлять Порядка 55 тысяч рублей Стоимость прокладки коммуникации и монтажа такого кондиционера Ну, давайте абстрактно возьмем еще 50 тысяч рублей для примера Теперь рассмотрим канальную сплит-систему той же мощности того же производителя Только сам комплект наружного и внутреннего блока будет стоить уже 110 тысяч рублей Помимо этого, даже предположим, что монтаж коммуникации и монтаж самих блоков будет стоить так же Хотя, как правило, это все-таки дороже И тут вот начинаются отличия Потому что в канальном кондиционере у нас появляются адаптеры самого кондиционера Чтобы перейти на его врезку на стандартные воздуховоды Дальше нам нужны сами воздуховоды Вентиляционные решетки И вот вентиляционные решетки под покраску, как здесь Обойдутся минимум еще в 30 тысяч рублей Получается, что стоимость решеток с адаптерами это минимум 30 тысяч рублей И стоимость воздуховодов и адаптеров кондиционеров это еще как минимум 10 тысяч рублей Стоимость шумопоглощающих воздуховодов это еще как минимум 10 тысяч рублей И еще нужно все это смонтировать, что стоит будет приблизительно столько же, сколько и стоимость материалов Ну, плюс-минус, да? И, соответственно, как итог мы получим канальный кондиционер Который обойдется вам минимум 250 тысяч рублей Против настенного блока Который обойдется вам уже под ключ в 100 тысяч рублей Нужно понимать, что этот блок Нам нужно еще подойти туда гипсокартоном Малярам заплатить за то, чтобы они аккуратненько запаковали И открасили все эти решетки Все это будут еще дополнительные деньги И, конечно, это всего лишь пример Вот, например, данное помещение обслуживает кондиционер Стоимость только внутреннего блока и обвязки с коммуникациями Обошлась для этого блока в 350 тысяч рублей Но за то, как итог мы получили абсолютно бесшумный блок Его действительно не слышно даже сейчас Когда сам блок еще не зашит потолком Здесь, в помещении, мы его уже не слышим И это действительно очень классный результат, к которому мы всегда стремимся Но, конечно же, можно смонтировать канальный кондиционер и сильно дешевле И даже, наверное, кратно дешевле, чем то, что я вам обозначил Дело в том, что в зависимости от квалификации Можно смонтировать канальный кондиционер, как вы поняли, уже очень сильно по-разному Но это то оборудование, которое точно нельзя доверить непрофессионалам Потому что результат, который вы можете получить от его применения И неправильного монтажа может быть очень плохой И даже лучше бы вы вообще не ставили кондиционер Иной раз, чем поставили неправильно Поэтому обязательно учитывайте все преимущества и недостатки канальных кондиционеров Это точно не то оборудование, которое можно доверить абы кому Здесь качественный результат возможен только при наличии проекта и при качественном монтаже С вами был Артур, до встречи, пока!